Итак, до экзамена осталось три дня, у тебя были самые хорошие намерения, но вот ты всё ещё здесь, который сейчас смотришь мотивирующие видео, чтобы наконец-то как-то начать. И окей, я попробую тебе помочь. Сразу скажу, что фонаментально ничего выучить за три дня нельзя. Всё, что ты запомнишь техниками из этого видео, забудется через одну неделю. Поэтому, пожалуйста, пообещай себе, что в следующем году ты будешь учиться в течение семестра. Ну а пока вот мои шесть советов, как спасти оценку на экзамене за 48 часов. Все советы в этом видео исходят из одной главной идеи. Нам нужно на короткий промежуток запихнуть всю информацию из экзамена в нашу краткосрочную память. Почему именно в краткосрочную? Неужели нельзя запомнить всё долгосрочное? Точно нельзя, ребят. Во-первых, потому что консолидация памяти происходит, когда мы спим. То есть, чтобы что-то запомнить долгосрочно, нам нужно делать множественные подходы учёба-сон. 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 И второе — это то, что чтобы что-то долгосрочное запомнить, нам нужно возвращаться к этому в тот момент, когда мы только начинаем забывать эту информацию. И это опять же точно такие же циклы — поучил, подзабыл, повторил. Поучил, повторил, подзабыл. И это занимает неделя. Поэтому просто принимай как данность, что всё, что сейчас ты выучишь за 48 часов, — это просто временное напихивание эффективно в голову информации в краткосрочную память, которая потом забудется. Второе, что ты должен знать, — это то, что краткосрочная память, в отличие от долгосрочной, она очень ограничена. Если ты будешь пытаться временно напихать в неё огромное количество дроблённых, несвязанных фактов, у тебя ничего не получится. И вместо этого мы должны запоминать всё едиными историями, которые связывают эти отдельные факты вместе в какое-то повествование. Что это значит на практике? Например, на экзамене будет 11 глав из учебника. Один подход был бы начать внимательно читать каждую главу, выписывать каждый концепт, но это сейчас не сработает. Тебе нужно как можно быстрее прочитать всю главу целиком и переписать себе, скажем, на индексовую карточку, как историю этой главы. Ты можешь даже попробовать сделать mind map из неё. И нужно обращать особое внимание на то, как один компонент истории, один факт определения влияет на другой. Например, ты учишь главу по разным методам визуализации мозга. Вместо того, чтобы учить отдельно MRT, 5K, NKG как несвязанные методы, тебе нужно зафиксировать в заметках отличия их, схожести. Вот тебе пример заметок, которые я сделала неправильно. Это таблица, которая показывает, насколько точные данные можно получить в каждом из этих инструментов в плане времени, то есть когда именно активация мозга происходила, и локализации, то есть где именно эта активация происходила. И если я попробую запомнить такую несвязанную таблицу, я буду без конца путать, где что, делать ошибки. Я просто потрачу кучу энергии, пытаясь это запомнить. И вот точно такая же информация, но завёрнутая в историю. Ты можешь тут поставить на паузу и сравнить эти два подхода, обращая внимание, вот чем они конкретно отличаются. В общем, вы поняли принцип? Создавайте свои флеш-карточки большими кусками историями, а не индивидуальными фактами. При этом помним, что у нас есть всего лишь 48 часов, то есть вычитывать учебник, пытаясь понять каждую деталь, сейчас не время, наши истории должны быть такими крупными мазками написаны. Если мы застреваем на какой-то странице учебника, перечитали два раза параграф, всё равно не понимаем. Окей, ищем видео или гуглим простое объяснение в интернете быстренько. Кстати, если вы говорите на английском, сейчас вы можете попробовать попросить чат GPT объяснить вам этот концепт, как будто вам, например, 12 лет, 14 лет. Но если всё равно не идёт, всё, делаем отметку, что мы это пропускаем, материал такой-то, и переходим к следующей теме. Нам нужно выучить как можно большее количество историй за эти 48 часов. И, естественно, мы предполагаем, что мы не успеем сделать какой-то процент, там, может, 10-15-20 процентов. Но эти 10-15-20 процентов не должно быть то, что осталось в конце, что я просто не успел. Это должно быть то, где мы тормозим и осознанно выбираем пропустить. Ещё один плюс истории в том, что их не просто проще запоминать. Но истории — это то, что, ребята, на самом деле хочет слышать любой преподаватель, профессор. Потому что истории создают ощущение, что ты хорошо владеешь материалом, что ты видишь вот эти причинно-следственные связи между разными элементами этой истории, что сама… вот сами эти факты запакованы в связанное повествование. Это всегда имеет такой экспертный вайб, чем просто индивидуальные факты, которые мы повторяем. Я использовала сама этот метод, когда готовилась лет пять назад, чтобы сдавать устный экзамен по психологии. И к моменту сдачи этого экзамена весь материал в моей голове был соединён такой единой цепочкой. Мне задавал профессор один вопрос, я отвечала, но рассказывала две-три смежные истории к каждому вопросу. Я просто до сих пор помню, с каким восхищением он смотрел на меня и ставил мне эту единицу — это самая высокая оценка в Австрии. Но я понимаю, что вот это его… То, что его впечатлило, — это такая fluency, с которой я могла болтать на все эти профессиональные темы. Но эта fluency не была результатом того, что я настолько всё хорошо знаю. Это был результат намеренной подготовки на fluency, чтобы звучать fluent экспертно. Если бы я учила, не пытаясь лепить такие истории, а просто как индивидуальные факты, я бы звучала совершенно по-другому. Вернёмся к процессу производства карточек и вспоминания. Нужно как можно скорее найти необходимый ритм, то есть скорость и глубину, насколько много деталей ты будешь выписывать. А это всё зависит от того, сколько тебе нужно выучить и сколько у тебя есть дней. То есть мы делим весь наш материал на количество дней. И когда ты знаешь, сколько ты планируешь делать за один день, рассчитывай, что ну макс пять часов ты будешь собирать истории из этого материала и читать его. Почему только пять? Потому что вот этот процесс очень интенсивный для мозга. Твой мозг будет работать на все 100, на все 120. Тебе нужно сканировать информацию, понимать её, резюмировать, переписывать в истории. И ты после пяти часов, я гарантирую, будешь выжат, как лимон. Ещё раз повторюсь, если ты застреваешь, то ты быстро ищешь объяснения в интернете. Если не понимаешь, пропускаешь дальше, дальше, дальше. Ну делаешь отметку, что ты это пропустил, вдруг у тебя останется времени. После пяти часов ты будешь очень уставшим. То есть я бы готовила сегодняшнюю порцию материала в течение пяти часов, адаптируя уровень детализации, который я могу себе позволить, исходя из того, вот сколько я успеваю. 30 минут сделала, посмотрела — окей, вот это 30 минут — это одна десятая времени, которое у меня есть, чтобы пройти этот материал. Я уже сделала одну десятую материала или нет? Если да, может быть, даже можно детальнее на больше внимания обращать… на больше деталей обращать внимание. Если нет, то окей, надо быстрее. Надо как-то или, я не знаю, больше сконцентрироваться, быстрее читать или пропускать какие-то детали на один уровень выше пойти. После пяти часов мы немножко отдыхаем и берём минут 90, чтобы пересказать все истории, которые мы только что написали. Они сейчас будут в нашей краткосрочной памяти, и по идее 90 минут должно быть достаточно, чтобы быстро всего их проговорить. И, кстати, очень важно карточки писать именно от руки, потому что если мы начнём их печатать, я просто гарантирую, что рано или поздно мы начнём… мне так сто раз было… копипейстить информацию из каких-то источников в себе в карточку. И весь этот копипейст будет невероятно сложно запомнить. Когда мы от руки пишем, то нам лень писать долго, поэтому мы сокращаем по минимуму именно смысл. И уже в процессе вот этого сокращения мы всё это переносим в нашу краткосрочную память. Если у тебя есть два-три дня на подготовку, то очень хорошая идея — встретиться с одноклассником, который готовится по этому же подходу. Я не знаю, можете вначале договориться посмотреть это видео и вместе делать, и поотвечать друг другу по своим карточкам. Потому что когда мы пересказываем ответы другому человеку, мы легче находим какие-то нестыковки, понимая, что что-то не понимаешь, видишь какие-то пробелы. И когда будете делать стади-групп, обязательно помните, что у вас мало времени, обговорите это. У нас мало времени, мы только хотим два часа. Давай никакого чат-чата, давай сделаем таймер на телефоне, чтобы мы всё быстро сделали, не растягивая, пошли учиться дальше. Во второй день мы обрабатываем вторую часть материала, запланированную. Мы тоже самое делаем карточки, повторяем вчерашние карточки, только делайте пересказ чуть быстрее, чем вчера сегодня, и пересказываем новые карточки. К концу останется какой-то процент, который ты всё равно не выучил, и что с ним делать? Есть две стратегии. Во-первых, можно делать memory palace, то есть мы визуализируем комнату, которую мы знаем, и запоминаем по одному факту на каждый предмет мебели или декора в этой комнате. Наша визуальная память очень сильная, и если мы будем ассоциировать вот эту, например, тумбочку с таким-то фактом, то как только я буду вспоминать эту вещь, сканируя ментальную мою комнату, а я её знаю наизусть, то у меня тут же будет всплывать этот факт. Я не смогу говорить истории про это, но это лучше, чем ничего не написать. Ну и второй трюк — это сделать очень базовые карточки на темы, которые ты не успеваешь выучить, и перечитывать их вот прямо перед тем, как начнётся экзамен. А как только ты сел, открыл, не знаю, свою бумагу, где можно делать заметки, в идеале прошло только пять минут с того, как ты повторил вот только что эти карточки, ты тут же выписываешь всё, что помнишь. Потому что если ты начнёшь писать другие ответы, у тебя тут же заботятся. Ты выписываешь всё, что помнишь, и хотя бы у тебя будет что-то сказать по этим вопросам, если они попадутся. Потому что лучше хоть что-то написать, не оставлять совсем пустые ответы, потому что это смотрится странно и влияет на впечатление экзаменатора о тебе в целом. Понятно, что никто не будет знать всех деталей, это профессоры понимают, но мы должны хоть что-то уметь сказать на каждый вопрос. Сколько стоит повторять материал в день экзамена? Учитывая, что ты сейчас работаешь из своей краткосрочной памяти, и значит, важно не быть ментально измотанным перед своим… самим экзаменом, надо оставить какой-то ресурс. Этот марафон будет и так изнуряющим для твоего мозга. Я не представляю, как… по такому марафону готовиться можно больше, чем, например, один-два экзамена в один период экзаменационный. Ты все ресурсы контракционной концентрации израсходуешь. Поэтому в день экзамена очень важно правильно распределить энергию. Я бы пользовалась правилом четырёх часов в день. Четыре часа — это максимальное количество времени, сколько человек может концентрироваться на пике каждый день. И, например, если экзамен длится два часа, то у меня есть ещё два часа, чтобы повторить материал, но не больше, потому что иначе я израсходую вот этот весь свой концентрационный ресурс. Вообще, в эти пару дней подготовки стараюсь не сильно менять свой лайфстайл. Например, если ты всё время встаёшь в девять, то начинать вставать в семь, чтобы иметь два лишних числа в эти дни, может быть не самое лучшее решение, потому что можно так сдвинуть свой график на пару часов и проснуться с мигренью. И единственное, что я бы сказала, это то, что если ты ешь много за раз, то, может быть, сейчас хорошая идея есть маленькими порциями, чтобы избежать энергетического крэша и сонливости после большого калорийного приёма пинчи. Ну и спонсор этого видео, ребята, онлайн-школа иностранных языков Lingoda, где вы можете учить английский, немецкий, французский и испанский. Занятия в Lingoda ведут исключительно носители языка, и весь урок даже на начинающем уровне проходят только на языке, который вы учите. Вы сами выбираете каждый урок, его тему и время, и получается, что каждый раз вы занимаетесь с разными преподавателями, разными студентами, которых, кстати, не больше пяти человек в группе, включая вас. Lingoda, по моему мнению, больше всего подходит тем, кому нужно сломать языковой барьер и разговориться. Я вижу результативность занятий на Lingoda по своей коллеге Маше, которая начала учиться… учить на Lingoda английский с нуля по 12 занятий в месяц в прошлом году. И вот после 15 месяцев она может уже работать на английском с её уровнем B1. Вы можете попробовать три групповых занятия на Lingoda совершенно бесплатно по ссылке в описании. А если вам понравится, то у меня для вас есть также купон на 30-процентную скидку на первый месяц занятий. Всем удачи на экзаменах! Расскажите мне потом, помогли ли вам эти советы. И пока!